Привет, ты на канале Пальфрид. Влага из воздуха может легко испортить нить вашего 3D принтера, а это значит, что она может также испортить ваши отпечатки. Вот как сушить нить. Нить против влаги. Все филаменты для 3D печати FDM гигроскопичны. Это причудливый способ сказать, что материал любит впитывать влагу. Эта гигроскопичность может нанести ущерб филаментам для 3D печати. Как пластичные полимеры, они состоят из цепочек, связанных вместе молекул. Влага вводит молекулы воды, которые разрывают эти цепочки, разрушая пластик и вызывая множество проблем при печати. Но не волнуйтесь, мокрые катушки с нитью легко сохранить, а правильное хранение может предотвратить несчастные случаи в будущем. Далее мы рассмотрим, как определить влажную нить, как ее высушить и, наконец, как сохранить результат без влаги. Различные нити поглощают влагу с ратной скоростью. Есть несколько общих признаков того, что у вас мокрая катушка. Щелчки и треск при выдавливании. Значительно снижена прочность деталей и адгезия слоя. Неравномерные экструзионные линии. Нехарактерны сильные натяжения, пузыри и просачивания. Необычные фактурные или нечеткие поверхности на отпечатках. Если вы видите один из перечисленных выше симптомов, вероятно, лучше высушить нить. При использовании особо гигроскопичных материалов, таких как Neelon, PG, PVA и гибкие материалы Flex, симптомы могут проявиться даже через одну ночь, проведенную на открытом воздухе. Вы сушите влажную нить, как только обнаружите ее, чтобы сохранить прочность и качество печати. Метод 1. Сушилка для нити. Если вы еще не знали, то есть специальное устройство, предназначенное для сушки нити. Если вам нужно что-то, предназначенное для этой цели, это может быть вашим лучшим вариантом. Существуют различные типы сушилок для филаментов, в которых используются различные методы сушки. Но все они довольно простые в эксплуатации. По сути, вы кладете клатушку внутрь, выбираете правильную настройку и позволяете сушилке делать свое дело. По прошествии определенного времени вы можете извлечь катушку, которая должна быть освобождена от анкапсулированной влаги. В некоторых случаях сушильная машина работает вместе с принтером, позволяет сэкономить время и нервы одновременно сушая и печатая. Эти машины предлагают более надежную и точную сушку, которая позволяет вам забыть о проблемах с нитью и сосредоточиться на настройке вашего принтера для получения нужных отпечатков. И ваша духовка остается свободной для приготовления пищи. Но такие сушилки значительно превосходят по цене обычную сушилку для фруктов. Зачем платить больше, если можно просто купить такую сушилку, немного ее модернизировать и сушить мне филамент с аналогичным эффектом. Такие сушилки хорошо подходят для сушки филамента и можно найти такую за 1000 рублей. А про варианты модернизации можно промолчать. Тут уже вступает в дело ваша фантазия. Метод номер 2. Духовка. Наверное, самый простой и распространенный метод сушки филамента. Бросить ее в духовку. Просто установите температуру чуть ниже температуры стеклования пластика и оставьте ее на 4-6 часов, чтобы влага выкипела. Чем дольше вы ее оставите, тем больше высохнет. ПЛА 40-45 градусов. АБС 80 градусов. НИОН 80 градусов. Подождите, пока ваша духовка не достигнет заданной температуры, прежде чем помещать туда катушку. Все печи немного превышают заданную температуру при нагревании, поэтому установка катушки раньше может размягчить пластик и сплавиться часть нити. Вы также должны убедиться, что ваша духовка способна точно поддерживать температуру. В противном случае вы рискуете расплавить весь пластик и сплавить всю катушку вместе. Ну и после потратите время на проветривание духовки, чтобы не есть курочку со вкусом АБС. ПРАВЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ СУХОЙ НИТИ Теперь, когда ваша нить высохла, вы захотите оставить ее в таком состоянии как можно дольше. Для этого храните сухие катушки в помещении с контролируемой влажностью. Это может быть что угодно, от герметичной коробки с пакетами, осушителем, силикогелем до специальных коммерческих решений. Обычно первого более чем достаточно, но используйте то, что вам нужно. Просто имейте в виду, что правильное хранение не может высушить нить. Оно может только сохранить ее. Если ваша нить снова станет влажной, вам придется повторно высушить ее. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте оценку. Пишите в комментарии, сушите ли вы нить, каким способом. Также предлагайте свои варианты сушки нити. Помимо как сушить ее на столе принтера. Это занимает место. По крайней мере, ты не сможешь печатать, пока ты сушишь другую катушку. И также подписывайтесь на канал. Спасибо. Пока.